Очень жаль, что многие слушатели не слышали, что я рассказал, но ничего страшного. Я думаю, на картинках все было понятно. Итак, обратите внимание на эту фразу. Использование приемов коммерческой рекламы, органической выдачи из социальных сетей. То есть необходимо, желательно крайне, все-таки в какой-то мере разбираться в этих всех трех предметах, иметь практическую работу, иметь практический опыт за плечами в работе в этих направлениях, для того, чтобы ими успешно управлять для выполнения практических работ по нашему курсу. В принципе, у нас в курсе не стоят эти предметы как обязательные для продолжения программы. Почему? Потому что вопросы, которые мы рассматриваем, они носят довольно общий характер. И, в принципе, человек, незнакомый, например, с Яндекс.Директом, он знает, что такое. Ну, он может понять, что такое переместиться на первую позицию, допустим, но он не знает, как это сделать, допустим. Как это сделать, он узнает потом на курсе Яндекс.Директ, если будет ему интересно, придет впоследствии. Ну и, естественно, как использовать сторонние сервисы для поднятия репутации предприятий в интернете. Это главная вещь, которая проходится на курсе. И они являются основополагающими. То есть, в принципе, их как бы немного, с одной стороны, но с другой стороны, они являются основополагающими для курса. И они являются главными, мотивирующими, результативными, скажем так, KPI по вашей работе, если вы будете заниматься сервисом своей или чужой компании. Какие предпосылки возникновения такого предмета, как сервис? С появлением интернета современное общество изменилось. Постоянное развитие технологий привело к тому, что большинство из нас получают основную порцию информации на различных интернет-ресурсах, а не по телевизору или в газете. Это принципиальное отличие. То есть, если раньше у нас средства массовой информации были газеты, когда-то очень давно, потом стало телевидение, которому все, безусловно, доверялись. Сейчас у нас интернет затмил даже телевидение по значимости. Многие не смотрят телевизор вообще. Очень многие люди не смотрят телевидение. Они изучают, знакомятся с новостями или общаются с другими людьми, например, через интернет. Интернет стал очень универсальным средством общения и получения информации. То есть, люди привыкли обсуждать на форумах, в социальных сетях практически все, начиная от новой музыкальной композиции и заканчивая появлением в продаже последней модели автомобилей. Я надеюсь, вы с этим согласитесь. То есть, существуют специализированные форумы по автомобилям, например, есть клубы автолюбителей по определенной марке, где люди собираются, встречаются, а может быть не встречаются, они в онлайне просто общаются, обсуждают, какие гайки куда прикрутить, как часто ломаются, ну и так далее. Есть детские форумы молодых мам, которые общаются, как правильно накормить, как приготовить смеси и так далее. Очень много полезной информации оттуда люди извлекают. То есть, интернет все больше и больше вовлекает людей, скажем так, в онлайн общение друг с другом. То же самое касается отзывов и обзор. Обратите внимание, потому что каждый человек хочет поделиться своим мнением, воспользовавшись каким-либо сервисом или приобретя определенный товар, который является новинкой, например, на рынке. Он, каждый человек стремится поделиться своим впечатлением. И это существует масса способов, скажем так. Одним из способов является оставление отзыва товара в магазине, где-то его купил, может быть на стороннем ресурсе, где-то на форуме можно оставить этот отзыв. А также появились специальные агрегаторы отзывов, которые называются отзывики. Вот. Вы прекрасно понимаете, что никто не захочет воспользоваться услугами вашей фирмы, прочитав плохой отзыв. А хороший отзыв, наоборот, обеспечит вам приток новых клиентов. Очень часто, когда дело касается каких-то покупок, скажем так, или приобретения услуг, которые стоят довольно дорого, или же, например, которые могут сказываться на вашей жизни, будут сказываться в вашей жизни на довольно большом промежутке времени, например, такой как ремонт квартиры, который объединяет себя и то, что он дорого стоит, и то, что он довольно долго будет стоять на вашу жизнь. При таких сложных, скажем так, приобретениях не хочется попасть в просад. Фирм очень много на рынке сейчас у нас. Реально на рынке, по крайней мере в Москве, у нас переизбыта всех услуг, каких-то можно, вот, каких-то совсем мало, но их тоже не одна, а каких-то совсем очень много. Поэтому люди работают по-разному, фирмы существуют разные, с хорошей репутацией, с плохой. Помимо репутации есть непосредственно качество работы, конкретный коллектив, который случайным образом так или иначе сложился в определенной фирме, которая тоже влияет на стиль работы, на прохождение документов, на дружку товара, как вам там кухню, вы заказываете кухню, вам неправильно отпилили, вы жалуетесь, это все очень долго длится. В общем, бывают такие ситуации разные. Тем более сейчас особенно это касается действительно таких довольно дорогостоящих и влияющих на дальнейшие длительные участки вашей жизни, таких как квартирный ремонт, покупка мебели, покупка автомобиля. То есть покупка автомобиля, интересно, какой автомобиль купить, то есть надо почитать отзывы о самом товаре. Помимо этого еще неплохо было почитать, интересно будет узнать о разных дилерах, которые продают этот автомобиль. Существуют белые дилеры, серые дилеры, чтобы не попасть в просаг, чтобы вас не обманули, чтобы не было проблем при покупке и так далее. Все это начинает объединяться примерно в одно русло информационное. Итак, по терминам SERM понимают ряд мер, направленных на увеличение количества положительного контента о компании и бренде определенном товаре. Возможно, кто-то из вас задастся вопросом, зачем это вообще нужно. Однако, как уже было сказано выше, сейчас интернет является незаменимым спутником современного человека. Собираясь влетать в отпуск, приобретая новый телефон, выбирая автомобиль той или иной марки, человек отправляется на просторы сети, в поисках нужной ему информации. Так или иначе, он тыкается на обзоры, от которых во многом зависит его окончательное решение. Я знаю лично людей, которые на основе обзоров делают все в свою жизнь. Принимают все решения. Потом они говорят, блин, вот все-таки неправду написали, надо было по-другому сделать. И все равно в дальнейшем придерживаются каких-то обзоров и читают эти форумы, читают отзывы о клинике, о медицинском центре, о товаре, о любом услуге. Кстати говоря, что касается платной медицины, здесь особенный случай, да, потому что медицина, в отличие от ремонта, ну, как бы отличие между медициной и ремонтом заключается в том, что ремонт стоит дорого, а медицина можно, с помощью медицины можно добиться такого результата, который ни за какие деньги не переделываешь вообще в принципе. Ухочешь свое здоровье, получить не очень хороший результат. Например, очень это касается пластической хирургии, да, может быть, оздоровительных процедур и так далее. То есть люди очень много обращают внимания на мнение других людей, которые находятся в интернете. Основной задачей сервия является вытеснение всех негативных отзывов с первых позиций поисковой выдачи. Значит, непосредственно переходя к структуре сервия поисковой выдачи, могу сказать следующее. Основное и первое впечатление, которое создается у человека от аварии и услуги, это ситуация, при которой он набирает определенный ключевой запрос в поисковых системах и анализирует первую страницу выдачи поисковой системы. В том числе, как вы знаете, в первую страницу поисковой выдачи входит контекстная реклама, органическая выдача. Если вы набираете в ключевых словах запросы, такие слова, как отзыв, то появляются еще отзывики. Значит, наиболее верный для этого способ – публикация большого количества положительной информации о компании с последующим продвижением поисковых систем. Опять же, вернуть, для чего? Для того, чтобы вытеснить весь негатив с передовых следирующих позиций поисковой системы. То есть, главная задача – их вообще уничтожить. Не всегда это представляется возможным. Наша задача – либо уничтожить негатив, либо его как-то сгладить. Либо просто убрать с позиций, которые будут видны обычному пользователю, чтобы они не бросались в глаза. Для этого у нас существует несколько инструментов, несколько довольно серьезных наукоемких процессов. Итак, что можно выделить? Какие способы управления репутацией в поисковиках сейчас мы можем использовать? Первое – это повышение сервиса обслуживания, что, безусловно, может привлечь клиентов, подтолкнуть их, оставить у компании хорошую отзыв. Это очень хорошо на словах, на деле это не очень хорошо работает. Почему? Потому что, когда клиент уходит довольный, он обычно очень рад, зажав подмышкой какой-то товар, который он купил или получил определенную хорошую услугу, говорит, какие хорошие ребята. И на завтра об этом забывает. Он не будет писать, звонить куда-то, отставлять отзывы. Ну, в крайне редких случаях. Есть способы мотивации на написание таких отзывов, но это уже отдельная тема, мы будем рассматривать, берут рекурс. Ваши обслуживания платные оплачивают хорошую отзывы. Вот. Дальше. Следующий вариант работы с смещением негатива – это активность работы в социальных сетях. Очень много пользователей в социальных сетях существует, и многие читают и вашу группу, и можно в ленте написать что-нибудь и так далее, и так далее. Все это передается примерно представлять, каким образом. Но, однако, помимо этого, социальные сети и профили в социальных сетях можно использовать косвенным образом для выставления в поисковую систему нужной нам позиции. Как это делается, я расскажу подробно на курсе, но это можно делать как в органическую выдачу вставлять в свои социальные сети, так и в качестве объявлений платного характера выставлять в директе. Один такой пример мы рассмотрим сегодня. Я думаю, что у нас время полно, но уже не очень. Итак, и третий выпуск пресс-релизов и другие виды пиар-активности направлены на рост репутации благоприятного имиджа компании. Это тоже очень хорошая вещь, она даже не является, скажем так, сугубо теоретической, является, в общем-то, практической частью, потому что хорошие положительные статьи, которые написаны о вас на довольно знаменитых ресурсах, может быть, в каких-то средствах электронных СМИ, они всегда по релевантности могут подтянуться к запросу пользователя и окажут тем самым вам необходимую помощь для принятия решений со стороны пользователя. Какие признаки отрицательного влияния СЕРМ существуют на фирму? Допустим, вы с этой ситуацией не знакомы, вы не знаете, что такое СЕРМ, вы работаете в обычной коммерческой структуре, и не обращаете внимания ни на отзывы, не пишете их, не читаете их, и читаете, что их вообще нет в первую очередь. Что является основным признаком появления негатива на вашу компанию в сети? Основным показателем, косвенным, напрямую так нельзя выразить, потому что такая ситуация может быть по разным причинам, но один из ярких примеров того, что происходит что-то очень хорошее в вашу сторону, происходит следующее. На первом графике у нас изображен синим цветом обозначены затраты на рекламу, желтым – продажи. То есть происходит у нас повышенный затрат на рекламу каких-то пропорционально, примерно пропорционально у нас повышаются продажи. Они не всегда бывают абсолютно пропорциональны, то есть мы потратили денег в три раза больше на рекламу, продали не в три, а в два раза больше товара. Ну, какая-то соблюдается пропорциональность, видимость какой-то интерполяции присутствует. Если у вас затраты на рекламу никак не коррелируются с продажами, абсолютно никак, то есть вы можете потратить мало денег на рекламу, много денег на рекламу, при этом продажи у вас одинаковые уровни идут и достаточно низкие, то значит есть причины посмотреть в сторону такой науки, как серм, то есть такой дисциплины, как серм. Необходимо начать этим интересоваться, заниматься. И я вас уверяю, скорее всего в 80% случаев, к сожалению, вы для себя откроете много чего не очень веселого в интернете для своей компании. То есть, как правило, это является первым признаком отсутствия корреляции продаж с затратами на рекламу. И постоянно их не очень высокие уровни. Основным еще дополнительно могу сказать, основным признаком является срыв заказа, то есть периодический и систематический срыв заказа. Когда человек к вам обращается, предварительно договаривается о заказе чего-нибудь, потом перезваниваетесь в какое-то время, допустим, через сутки, и говорит, вы знаете, я передумаю. Объясняет по-разному, там, что угодно, может сказать, бабушка заболела, там, я передумала, деньги кончились. Неважно. Человек был готов сделать у вас покупку, однако не подумал в какой-то день, например, вы продаете, ну, что-нибудь сложно, например, заказываете, он заказывает у вас кухня, например, да, он заказывает у вас замерщик, всегда, замерщик не может приехать сегодня же, да, как правило, приезжает на следующий день. Он звонит вам вечером, говорит, вы знаете, я подумал, наверное, не стоит. Вот как-то я вот что-то придумал. Это тоже является очень тревожным звоночком, который, если это происходит систематически регулярно, то есть не один случай в месяц, а таких случаев несколько, и так систематически продолжает. Это значит, что, заказав, найдя вас по коммерческой рекламе или по выдаче всего, он обращается к вам, его, в принципе, все устраивает, то, что написано на сайте, цена, условия доставки, все его устраивает, он делает заказ, потом начинает, уже потом, в последнюю очередь, начинает интересоваться вашей репутацией, найдя определенное количество негатива на вас, который все-таки является последней каплей, в его решении, в отрицательную сторону, он говорит, нет, что-то у него совсем как-то, вообще, вот, ой, такого по ним написано, и он звонит вам отказываться. Это значит, что у вас в интернете существует очень много негатива на вашу компанию. Этот негатив может выражаться в совершенно разных вещах, мы об этом поговорим чуть-чуть. Итак, управление репутацией, определение, официальное определение про Википедии, управление репутацией, это методика выявления факторов, влияющих на репутацию бизнес-структуры. Изначально термин относился к сфере связи с общественностью, но с развитием компьютерных технологий, интернет и социальных медиа, сделав его в большинстве случаев, зависимых от результатов поисковой выдачи, прошу я вашу внимание. Это не абстрактная информация где-то в интернете, где-то в интернете, а именно результатов поисковой выдачи. То есть основное решение человек принимает, опираясь на результаты поисковой выдачи, причем на первую страницу. Он, конечно, может дальше полистать, но если первую страницу он полистает, будет хорошее впечатление у него, чисто психологически, если первое впечатление является самым важным для человека. Если у него складывается хорошее впечатление, то потом появляются негативные отзывы, то, во-первых, смотри, какой именно негатив присутствует, во-вторых, он уже не так сильно будет влиять. Если негатив, негатив вообще должен присутствовать, но негатив очень слабенький, допустим, но вот привезли, забыли, мне не перезвонили, приехали, ждали, ну, молодцы, хоть подождали два часа, там, типа, вот такой вот негативчик, легкий-то, легкий, да, то есть, что не все так идеально, но вот, ну, не на пять, а на пять с минусом. То есть, это, в принципе, нормально, такой негатив, это говорит о том, что, как бы, в фирме работают жилые люди, что, может быть, эти отзывы не являются заказными, может быть, какой-то там, можно сделать какой-то переборчик, чуть-чуть, на четверочку с плюсом сделать, например, да, кто-то напишет такой вывод из ваших потребителей, это нормально, хуже, когда пишут совсем другие вещи, да, иногда этот термин употребляется с негативным оттенком в контексте создания поддельных сайтов рецензий, цензуры отрицательных консулов и использования приемов СЕО, чтобы обмануть алгоритмы и повлиять на поисковую выдачу. В большинстве случаев управления репутацией имеют этические нормы, в частности, реакция на жалобы клиентов, бывших и текущих сотрудников компании, переговоры с администрацией сайтов для удаления некорректной информации и использования обратной связи для влияния на продукты в компании. Что это значит, если говорить по-русски? Когда есть жалобы клиентов, которые у вас появляются в каких-то отзывиках или на вашем сайте, если вы при создании сайта поставили у себя рубрику «Отзывы», немножко поторопились, сделали отзывы и не проверяйте, что там пишут. Люди должны писать какие-то отзывы на сайте, у людей должен был выхлоп, они должны иметь право пожаловаться, если есть ситуации. В бизнесе бывают разные, случаи в любом бизнесе бывают разные, я знаю, в связи с человеческими факторами присутствуют. Необходимо вовремя обращать внимание на такие отзывы, не удалять их, не моделировать, ну, по крайней мере, не все, скажем так. Частично, хотя бы частично, в большинстве случаев, в идеале на все, просто корректно, вежливо в форме, давать полный, развернутый ответ, что меры приняты, там, ошибки исправлены, вам предоставлена, там, допустим, дополнительная скидка, или там, вы можете обратиться к нам еще раз, повторная, или вам будет предложен другой товар в замену, вам бесплатно его привезут, это наоборот подчеркивает, то есть, даже такие вещи, они наоборот могут играть положительное влияние, сыграть именно на репутацию вашей фирмы. Это касается вашего внутреннего ресурса. Что касается внешних ресурсов, с внешними ресурсами там все посложнее, об этом я поговорю уже на самом курсе. Обратите внимание, здесь есть информация об удалении некорректной информации, использовании обратной связи для влияния на продукт в компании. Очень часто бывают ситуации, когда фирма пытается повлиять, фирмы, люди, которые там работают на фирме, директор фирмы или ответственное лицо, какой-нибудь там интернет-маркетолог или сермщик, пытается повлиять на отзыв в отзыве, он пытается позвонить, предложить деньги, а давайте мы что-нибудь порешаем по нашему любимому российскому методу. В лучшем случае ему ответят отказом. Ну, в самом лучшем, конечно, скажем, хорошо, вы договорились, да? А в среднем случае, скажем так, наиболее популярный, когда ему просто ответят отказом, но при этом ничего не произойдет. Самый худший случай, когда ваш разговор будет записан и опубликован на вашем уже отзыве, на ветке ваших уже отзывов. Это самый худший случай. Эта компания убивает сразу. Почему вообще речь мы начали вести о серме? Еще раз повторюсь, большое пресыщение рынка, огромное количество фирм, которые предлагают одни и те же или схожие услуги. Расположение вашей компании по поисковому запросу, по которому ищут непосредственно услугу, человек, который ищет какую-то услугу, в которой вы отвечаете. Сейчас совершенно неважно вы стоите на первом месте выдачи, на втором, третьем или четвертом по большому счету. Потому что из-за большого количества компаний, очень большого количества проблем с разными организациями, люди не берут первую попавшуюся. Они все равно просматривают сайт. Во-первых, с точки зрения цены, они рассматривают конкурентность предложений, они просматривают все сайты, которые находятся на первой странице, но в пределах там 5-6 штук например, точно. Потом, после этого они знакомятся с отзывами по поводу этих компаний и после этого выбирают, принимают решения. Если есть у них какие-то знакомые, которые в этом деле уже избили руку, то есть, я имею в виду, например, покупка автомобиля у них и знакомые, они могут опираться еще на советы знакомых, частных, но на это мы уже повлиять не можем. Это понятно. вот для этого в принципе нужно серый принцип управления репутацией это комплекс мероприятий по работе с репутацией компании в удивление факторов, которые вредят ей, использование каналов обратной связи с потребителем для реакции или раннего выявления возможностей негативных последствий для репутации. То есть, мы должны связаться с нашим недовольным потребителем и решить эту проблему довольно оперативно для того, чтобы она не переросла еще больше для нас проблем. Основная задача управления репутацией это нивелирование влияния негативной информации. Обратите внимание, нивелирование, то есть, не уничтожение самой негативной информации подчастую это сделать бывает невозможно. То есть, несмотря на то, что я хирург практикующий, но все-таки я не волшебник. И она бывает в ситуации, когда невозможно удалить уже имеющуюся информацию, особенно, если она расположена, если она была размещена достаточно давно. Есть способы нивелирования информации, то есть, какие-то ответы писать, закрывать негатив в положительными отзывами и так далее. Значит, в современных условиях зачастую требуется не только управление репутацией в интернете в целом, но и управление репутацией в поисковых системах, в зоне выдачи первых позиций, определяющих первые впечатления фирмы. Это то, что я вам уже говорил. То есть, самое главное, это первые позиции, первые 5-10 позиций в поисковой системе, которые определяют первые впечатления вашей компании. Значит, в большинстве случаев управление репутацией из основных этапов мониторинг это сбор информации, которая уже существует на вашей компании или на компании ваших конкурентов или ваших коллег, сходность с вами деятельности. Бывают ситуации, когда фирма работает довольно долго, у нее нет никаких отзывов, никакой репутации в принципе в интернете нет. Это очень счастливый случай, надо к этому, надо этому только радоваться. То есть тогда можно начать этот процесс заново и выстраивать его по своему усмотрению так, как вы считаете нужным, как считает наук серб. Если они уже есть, то работать с негативами все-таки, необходимо работать с негативом для того, чтобы выменировать. Дальше, посевы, это работа под увеличением количества позитивных упоминаний. Посев это термин, который означает совершенно разнообразные упоминания вашей компании на разных-разных ресурсах именно с положительной точки зрения. То есть вероятность того, что человек нашел один негативный отзыв, он найдет пять положительных на разных-разных ресурсах все больше повышается. После этого у него, конечно, встанет дилемма, чему доверять тому-нибудь хорошим отзывам или плохим, но в данном случае речь уже будет идти о всяких тонкостях, например, о языке отзывов, на котором все это написано. Ну и, наконец, вытеснение нежелательных сайтов из поисковой выдачи поисковых систем. Это очень сложная вещь. Я вам покажу на примере, если время не хватит. Может уже не хватит. Но в крайнем случае мы можем опять задержаться из-за технических проблем. Применение управления это мягко говоря, то есть, как правило, очень многие люди, многие компании сами себя пишут отзывы. Это очень плохо. Я, преподаватель, говорю, это недопустимо. И ни в коем случае не допустимо. Как пишутся отзывы? Отзывы пишутся таким образом. Существует много приемов написания отзывов положительных. Это, во-первых, стимулирование. То есть, если, например, человек вам пишет тот отзыв положительный, то вы ему, например, даете какой-нибудь помимо товара еще какую-нибудь привилегию на линку. Например, конфетку, допустим. А если человеку все-таки не понравилось, он не будет через себя переступать и ради какой-то конфетки писать хороший отзыв, если вы его там все-таки обманули. Ну, есть какие-то способы стимуляции. В некоторых случаях использование грязных методов управления репутацией может само по себе негативно отразиться на компаниях, если их попытки скрыть негативную информацию проваливаться. Примеры. Примеры. Неправильные приемы ведущих провалов. Я могу прямо вам рассказать о конкретных фильмах и конкретных историях, с которыми я реально столкнулся. Первое. Самая большая глупость, которую совершают начинающие сервис-специалисты, это публикация технических заданий по накручиванию отзывов и мнений на общественных ресурсах типа freelance.ru, profi.ru, avito.ru. То есть они в открытом доступе публикуют. Что нужно зайти на такой-то сайт, написать плохой или хороший отзыв. За это вы получите допустим 20 рублей. Когда эта штука всплывает, а это всплывает рано или поздно, ну может быть не всегда, но я например столкнулся с очень прям нехорошими ситуациями, когда речь шла просто о контрактах на миллионы рублей. И все это просто из-за какой-то копеек, из-за каких-то копеек все это ровно. То есть что я имею в виду, контракт у фирмы был на миллион рублей. Для того, чтобы поднять свою репутацию, поставщик, вернее, как фирма, фирма-заказчик, искал поставщика, не через тендер, а через просто обычное принятие решения. У него было пару кандидатов. Одна фирма, а фирма Б. В данном случае, вот я говорю, практически, событие, фирма выбирала рекламный агентство. Агрегатор недвижимости выбирал рекламный агентство. Вот здесь какие-то аргументы за одной фирму, какой-то за другие. Ну, сидят люди думают, там, не нужно такая ситуация, что агентство, а размещает на профиру, например, ну, или там, на фл, профиру, не стараюсь, на фл.ру, пишет заказ, что необходимо разместить, большое количество негативных отзывов от фирмы Б, которую она знает о существовании, на таких-таки ресурсах. Стоит это будет 200 рублей за отзыв. То есть, суммарная сумма, которую они хотели потратить, это тысяч 20 рублей. Это примерно. А контракт был на несколько миллионов рублей. Естественно, эта информация каким-то образом кто-то заметил, как-то она всплыла, была доведена до руководства, естественно, с компанией А было и не продолжалось общение, скажем так. Предпочтение было отдано компании Б. За 20 тысяч рублей потеряли несколько миллионов рублей. Даже сумма несоизмеримая, просто само по себе действие было такое, не совсем корректно с точки зрения стратегии. Дальше. Размещение материала в сети заранее написано под копирку. Очень часто мы читаем отзывы, которые отличаются друг от друга просто фамилией и подписью, будем говорить, одинаковый набор двух стандартных, слог возьмите. Стандартное выражение, клише используется. Мне очень понравилось, я очень доволен, я был очень рад, я пришел, там вот такая девушка Ирина, все одно и то же, одно и то же, одно и то же. То есть, использование в клише в отзывах очень вредит репутация сама по себе. То есть, отзыв положительный, но когда ты их читаешь, ты понимаешь, что они все как-то не очень хорошо, не искренне, скажем так. Ну и, наконец, наличие технических ошибок, не орфографических, а технических, когда тексты с неправильным адресом фирмы, неправильными датами событий, не существующими фамилиями сотрудников указываются. Это, например, пишется отзыв о компании, там указывается, что я приехал к ним на адресу такому-то, это значит, что он на этом адресе не был, ему дали задание в пыхах написать отзыв, а он в пыхах перепутал там 21 с 12 номер дома перепутал, написал так, как есть. Ну, бывают, конечно, настоящие ошибки, но когда таких очень много, то тоже начинаешь задумываться. Отрицательные примеры в поиске в серб. Например, известная компания Дешиле, женщина, нам довольно знакома, наверное. Если вы выбьете просто слово Дешиле в органическом поиске Google, то что вам выдаст Google? Вот эта страница сканирована, наверное, три дня назад. Я думаю, что вряд ли там что-то поменялось. Видите, что красным маркером я выделил сразу негативные какие-то фразы, которые бьют по глазам. пострадавшие от фирмы, рейтинг, отзовик рейтинг две звезды, в этом же рейтинге написано «стала жертвой развода на деньги», подозреваю, что она незаконно использует, продавцов переоцененной косметики, это косметика дешиле, которая продается за какие-то сумасшедшие деньги и сама все ничего не стоит. То есть, она типа очень волшебная, но не моя роль давать ее оценку, но смысл в том, что продается какой-то пакет косметики, который стоит просто баснословных денег, как правило, это принято в кредит под очень большие проценты. Давайте посмотрим еще один вариант, один случай конкретной московской компании, которая в принципе является нормальной структурой, совершенно абсолютно нормальной, но тем не менее до того, как они стали заниматься сермом, когда они почувствовали, что у них что-то не так на фирме, они стали обращать внимание на поисковую выдачу и вы что-то там увидели. Обратите внимание, по брендовому запросу компании, есть такая компания в Москве, по брендовому запросу компании на первом месте стоит контрреклама. Вы можете ее прочитать и вы сами поймете какой урон наносит эта контрреклама имиджу предприятия, просто колоссально. Да? Читайте. То есть, что это значит? Это какая-то юридическая компания пытается эти клиенты за счет клиентов, за счет клиентов медицинской клиники предлагая им определенные услуги, скажем так. Тут есть очень интересный момент. Для тех людей, которые занимаются профессионально янг-директом и занимаются или занимаются, они могут сказать, позвольте, но в заголовке присутствуют ключевые слова. То есть, то, что он показывается по ключевому слову, это ладно, я бы с разрешаю, но в заголовке присутствует название бренда. Как так можно? А вот так. Дело в том, что объявление в контекстной рекламе не является интеллектуальной собственностью. Если бы фирма написала, что это именно она сомнили, например, то это было бы преступление. Но она не говорит, что она сомнили, она говорит, что если вы пришли в сомнили, в вопросительной форме, если вы задаете такие вопросы в вопросительной форме, упоминая название компании, вы таким образом можете выкрутиться из ситуации и в Яндексе, и даже в Гугле. И даже не поможет регистрация товарного знака. Не поможет регистрация товарного знака, потому что они не говорят, что они, это вы, да, не говорят, что они предлагают такие же услуги, они наоборот говорят о том, что они предлагают совершенно другие услуги, если вы обратились в эту компанию. Это законом незапрещено. То есть объявление в директ не является интеллектуальной собственностью в принципе. Если мы посмотрим вниз, то тут у нас есть отзовик с полутора баллами оценкой. То есть довольно низкая оценка, 1,6 из 5. Это, ну, видно сразу, что оценка низкая. Ну и два объявления. Одно директ, а другое органическая выдача одной и той же компании. Вот термо не было. Начали заниматься сервом. Что произошло? Ну, в принципе, это я уже проговорил. Бороться невозможно с такими компаниями. То есть компании, которые занимаются контррекламой, с ними бороться невозможно, то есть кроме как откровенные военные действия. Но по закону они имеют право размещать рекламу суетом. Единственным способом является вытеснение контррекламы из первых лидирующих позиций. Любыми способами вы должны понимать, что вытеснение контррекламы из первых лидирующих позиций является жизненно важным условием дальнейшего продолжения существования вашей компании. Потому что при вот таких объявлениях ничего хорошего, как бы, с оборотом фирмы происходить не будет. Это очевидно, да? Контрреклама весь серьезный. Что такое контрреклама? Я надеюсь, понятно. Реклама направлена против рекламодателей. То есть другая реклама, которая направлена против. Значит, мы задержимся еще на 5 минут, поскольку у нас будут технические проблемы. Я чуть-чуть еще расскажу интересного, чтобы заинтересовать. Итак, однако, при начале борьбы с контрреклама вопрос довольно непростой. Во-первых, Яндекс поменял некий алгоритм сейчас размещения, и этим очень довольно тяжело пользоваться, именно чтобы быть с контррекламой. Во-вторых, необходимо вывести в топ несколько ключевых объявлений по названию бренда, а это делается в том числе с помощью соцсетей. Я покажу, каким образом это делается на курсе. Вы забиваете место, допустим, можно забить все 4 спецразмещения определенной рекламы своей или каких-то других смежных товаров, брендов, но не допуская контррекламы. При этом, к сожалению, затраты на рекламу возрастают просто в десятки раз. То есть, не в 10, даже не в 20. Они могут достигать в 20-50 раз затраты на рекламу именно по брендовому названию своей компании. Вообще говоря, несмотря на то, что затраты на такую контррекламу, на борьбу с контррекламой повышаются в десятки-десятки раз, на фоне общего объема коммерческой рекламы затраты в общем потоке не очень значительные получаются. То есть, происходит несколько, ну, небольшое, конечно, увеличение бюджета будет, потому что помимо брендовых запросов есть коммерческие запросы, в которых они не стоят, естественно, лечение зубов для перелома руки, то есть, ну, извините, что-то нехорошие впечатляют. В общем, какие-то брендовые самые ключевые запросы, которые приведут вас по слугам климата. В них контрреклама, как правило, не ставится. А вот именно по бренду, да, поэтому на огромном пуле не брендовый запрос на настоящий поисковый запрос, повышение бюджета на брендовый запрос является не очень существенным. Вот как выглядит страница выдачи поисковой системы после того, как начали люди заниматься сермой с помощью нашей, с нашей помощью, скажем так. То есть, они просто сместили, сместили, во-первых, дали в директе развернутое объявление именно в директе, чтобы развернуть позиции по быстрым ссылкам. Видите, быстрые ссылки раскрыты, с пояснениями очень хорошо выделили. Также была дана реклама коммерческая социальная сеть. Также есть органическая выдача. Таким образом, накрутили цену таким образом до потолка, что контр-реклама не смогла войти в спецразмещение по цене. Она находится на этой странице, она находится в самом деле. Но это уже неважно для посетителя, который прочел о вас очень много чего хорошего. тогда он может до нее даже вообще не дойти, не докрутить. Но это единственный способ борьбы, но он очень эффективен. И, к сожалению, он единственный. Хотелось еще рассмотреть вопрос на семинаре опасно ли чужие объявления по смежным брендам, так называемым, нужно ли с ними бороться. Что это такое? Это когда по названию бренда публикуется не контр-реклама, а просто обычная реклама, но другого объекта. Например, я выбрал недвижимость, вот есть такой комплекс, жилой комплекс лучей, вот, видите, тут пронумерована первая и третья позиция, это разные поставщики одного и того жилого комплекса. Наряду с этим вторая и третья позиция по этому ключевому запросу рекламируются совсем другие жилые комплексы, не имеющие никакого отношения к очень. Об этом подробнее мы поговорим на самом курсе серм, который будет происходить, я сейчас расскажу, когда же. Также мы рассмотрим ситуацию принципиальную разницу между дисциплинами ОРМ и серм, в чем их большая разница, в чем практическое назначение и каким образом они пересекаются, что у них отличает, что их отличает друг от друга, и чем серм все-таки важнее, чем ОРМ. Таким образом, я приглашаю вас на занятие, которое состоится 19 и 21 ноября с 18 30 до 21 30 в нашем учебном комплексе Стеллабад, здесь, в одной из наших аудиторий. С удовольствием вам будем ждать. Записывайтесь, приходите, записаться можно онлайн, по телефону, или, если хотите, можно приехать в живьем офисе в Стеллабад. Будем вас ждать, спасибо вам за внимание, спасибо, что пришли, всего вам доброго.